Добрый день! Сегодняшнее мое выступление, краткое, я надеюсь, носит легкий скандальный оттенок. Он состоит в том, что внезапно выяснилось, что один из активных участников Комиссии по борьбе с лженаукой, Владимир Евгеньевич Фортов, одновременно являющимся академиком и президентом Академии наука РФ, в свое время поступил как настоящий ученый, а именно он с группой с авторов проверил эксперимент Фленшман-Айпонса о существовании явления холодного ядерного синтеза и получил убедительные доказательства, что такое явление существует. Это выглядит странным, потому что, грубо говоря, организации, которые он возглавляет и в которых он принимает участие, настроены резко враждебно по отношению к самой этой идее. Например, глава вот этой самой Комиссии Евгений Александров считает это явно лженаукой. Так, посмотрим, что они сделали. Значит, работа эта была выполнена в 89-м году, в апреле-мале утверждается, 4 соавтора, Геев, Красио, Курсанов, Фортов и опубликована в малоизвестном журнале Трудоинститута Общей Физики. Значит, Института Общей Физики и Физики Высоких Температур Академии наука СССР, значит, Институт Высоких Температур Академии наука, тогда и сейчас, Владимир Евгеньевич Фортов и возглавляет, собственно. Как они поступили? И, значит, опубликовали они в 92-м году, да? Как они поступили? Они взяли электролитическую ячейку, аналогичную флешману Японсу. Это спиральный электрод, один из спиральных электродов, сделан из платины. Заполнен он тяжелой водой, то есть там вильфпротий заменен на диетерий. Колба эта очень небольшая, 28 мм, и здесь есть второй электрод, на которому меняется его состав химический. То есть контрольный образец, он тоже из платины, как и спираль. После этого заменяется вторым образцом из палладия, потом из цирконии, потом из титана. Вот. Включается и выключается ток. Значит, как происходит эксперимент? Уперется эта колба и отодвигается и пододвигается от датчика. Ток выключается и выключается, электроды меняются. Вот таким образом. Значит, каковы результаты экспериментов? Если посмотреть вот на эту самую табличку, то видно, что существует некое слабое нейтронное излучение, которое очевидно заметно на уровне фона. Значит, если мы берем небольшое количество отчетов, то есть отчет выполняется через каждые 10 секунд, то мы видим, что действительно нейтронное излучение существует, но оно находится в раках покрешности вот здесь. Здесь покреш 65, а здесь получается разница 56 между фоном и, собственно, нейтронным излучением во время пододвигания ячейки флеш-монопронса непосредственно к датчику. Если мы, значит, берем большое количество отчетов, накапливаем информацию, мы видим, что действительно нейтронное излучение существует. Вот это нейтронное излучение, оно оказывается чрезвычайно заметным. Почему? Потому что вот здесь словутых 3 сигмы явно выполняются, а на самом деле выполняются и почти 6. То есть 330 на уровне 60. И вот есть табличка вот такая, на нее можно внимательно посмотреть. Вот это она относится к палладиевому электроду, а вот это имеет отношение, значит, к циркониевому электроду. Про цирконии, значит, реакция не столь ярко выражена, то есть нейтроны явно не столь активно вылетают. Ну вот здесь она есть, это убедительно показывает, что реакция вот идет. Такие вот вещи. Продолжение следует...